всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в игру драконы всадники олуха 17 день и 30 монетодина мы с тобой забираем и того 39 монеточек маловато так что мне принес беззубик древесина рыба древесина как всегда ничего хорошего так посмотрим что нам выпадет здесь открываем бесплатный пак но 6 монетодина понятная шторморез кревет экзотический шепот смерти но и ресурсы так тогда предлагаю посмотреть еще и рекламный монеты воде на ну и плюс начинка это шторморез костолом кревет мои ресурсы так ладно это все мы закрываем сезонный абонемент уже две наградочки мы с тобой заберем так давай родной идите за древесиной за рыбой так у нас железа 0 к сожалению пока да нам нужно накопить с собой либо рыбы либо древесины для того чтобы мы могли с тобой отправить очередных наших драконов естественно на поиски но сначала тогда я здесь посмотрим что у нас сарделечка тут принесла ничего он тут полетела понятно так мы здесь ясно все но ты давай снаружи гарантированно я даже не знаю ну давай сделаем вот так вот так гром гильда 150 рун понятно так мы давать снаружи тут тут бесплатно так все так друзья мои ну что как вы поняли кузницу я улучшил теперь мы можем улучшать с тобой естественно вначале нужно улучшить лохань но для того чтобы ее улучшить нам нужно 90 железа но как ты понимаешь у меня вместимость пока только 50 для того чтобы ее прокачать до 100 это мне нужно перейти сюда сейчас секундочку камеру отдалим так где вот сюда и 49 потратить железо ну скажем так 50 для того чтобы у меня вместимость стала соточка ты представляешь да то есть мне железо нужно теперь немерено просто просто немерено ребят где я буду его брать я ума не приложу если честно но брать его надо будет где-то так давай здесь заберем все что у нас есть и кстати на еще одна интересная весть что вот ребята у нас дом хедер меня зовут хедер мой дракон шипорез по имени роза ветров ты понимаешь да один день ну сутки ровно будет строиться друзья мои и после этого у нас будет доступен еще один дракон не наездник так здесь у меня модифик рылка я ее отправил за железом 7 штук двое суток она будет добывать кстати так подачку у нас вот тут домик который готов улучшиться замечательно так слушать нам нужно собой потратить рыбу рыбу-рыбу-рыбу куда же нам с тобой ее потратить так отправляем его до отправляем пускай летит sky летит и добывает нам железом потому шампинат же Железу нужно немерено. Так, отправляем за рыбой. Тебя за древесиной. Тебя, наверное, тоже за древесиной. Так, смотрим, что у нас тут. Здесь забираем. Сейчас всех отправим по делам. И пойдем уже с тобой на события. Я надеюсь, что оно уже у нас в открытом доступе. То есть уже не надо ждать там время. Так, Буйволорд. Давай, лети. Шторморез тоже лети за древесиной. 253. Маловато. Маловато пока еще рыбы. Так, тут эти по уровню получают. Сразу будем отправлять. Как не все заняты-то, е-мое, я не понимаю. Все хижины уже заняты. Зашибись. Рыбные. Тогда пускай летят за древесиной. Так, где наши легендарные драконы? Так, отправляем на поиски. Этого тоже отправляем на поиски. Ну, вроде бы пока и все, да? Все чем-то заняты. Так, подожди, вот здесь еще глянем с тобой. Обмен. Обмен нам не нужен, потому что я не собираюсь там тратить ничего. Так, давай-ка здесь тогда заберем награды. Так, 20... 40... 60. Нужно еще 20, ребята. 20 наград. И тогда мы с тобой получим приз. Так, рыба. Мол, там у нас рыбы дофигища. Ладно, пускай тогда летит. Возможно, мы с тобой набьем все это за событие. Так, здесь у нас обмен уже произошел. Мы с тобой забираем 4 блестящего винтаря. Заказать можно еще? Ух ты, еще 4. Неплохо, я тебе скажу. Ну, и вроде бы как пока все. Ну, что, друзья мои. Смотрим. Да. Угроза. Превентивный удар. Вот такое у нас с тобой событие доступно. Оно у нас... Слушай, оно у нас приличное. Просто-напросто. Охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. И я с удовольствием это сделаю. Я надеюсь, друзья, вы со мной. Будем тут сейчас наказывать всех. Ну, что, я смотрю, у нас здесь с тобой змеевики находятся. Острокрылые и тому подобное. Так, тихо. Делаем укусик. Барсик, ты готов? Бомби. Так, ну здесь, как ты видишь, одна волна. Все будет, это хорошо. Ну, события это мы с тобой сразу не пройдем. Нам его придется несколько дней проходить. А точнее, даже, наверное, два дня. Может быть, даже три. Но мы в любом случае с тобой его пройдем. Так, давай. Бомбим. И Барсик добивает. Ну что, для начала неплохо. Ну что, как всегда, крутим с тобой колесо удачи. В котором нам выпадает 75 миллионов древесины. Окей. Поехали. Так, разыгрывается у нас 75 рун. Забираем. Так, ну что, получается один, два. Два поединка у нас обычных. После них мы с тобой заберем загадочный пак. Кстати, у нас с тобой на арене... Вообще, арендовских паков нету. Надо будет набивать, наверное. Наверное, сегодня этим и займемся. Так, опять, смотрю, у нас змеевики. Плюс... Водорез. Так, погоди секунду. Я попробую вначале водореза уничтожить. А если мы сделаем, например, пробивной. Вот такой вот. Замечательно. Так, змеевики, правда, будут... Слушай, ну смотри, опять у нас одна волна. Это мне вообще нравится очень сильно. Давай сюда бомбанем. Плюс сделаем с тобой отхил. Великолепно. Почти фулл хп. Ну, не считая, конечно, что у кривоклыка там немножко не хватает. Но пониженная атака это не есть гуд. Раз, два. Так, давай понижаем защиту и... Будем добивать. Все, адьюс. Так, ну что, едем дальше. Очередное колесо. И выпадает нам здесь прилив сил. Так, меня это уже начинает настораживать. Я знаю, к чему это все ведет. Прилив сил. Груши и тому подобное. Так, здесь, значит, мы с тобой будем драться за пак. Да, обычный загадочный пак. Сколько волн? Надеюсь, одна. Две. Ну что, ставки повышаются, как ты понимаешь, да? Ну что, поехали. Начнем с душителя. Так, водорез. Вступает в битву. Да ладно. Кривоклык. Ты в последнее время, я вот смотрю, совсем как-то не справляешься со своими задачами. Раньше он у нас критовал вообще на ура. В последнее время он почему-то сдает позиции и постоянно не добивает противников. Меня это начинает немножко пугать. Так, ну что, барсик добивай. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас опять душитель плюс острокрылый. Ну тут ничего страшного нету. Здесь прописываем оплювуху. Сразу же отхил. И добивка. Остается змеевик. С ним тоже церемониться не будем. Сразу атака. Наверное, сделаем вот так вот. Все. Быстро и безболезненно. Как я всегда и говорю. Ну что, посмотрим, что же нам здесь выпадет. Древесина. Понятно. 419 миллионов. Ну, кстати, тоже неплохо, потому что мы с тобой, может быть, кого-то отправим. Кто у нас за древесину ищет железо. Так, призы отправлены на почту. Получается у нас две. Раз, два. Короче, полторы тысячи тусклого вентиля с тобой забираем. И все. После мы пойдем с тобой на арену. На арену набивать паки. Так, змеевик, ты один здесь? С какого вдруг перепуга ты здесь один, а? Браток. Ты же понимаешь, что это крышка тебе полностью. И две волны при всем при этом. Так, Барсик. Было бы хорошо, конечно, если бы мы с тобой с одной заходочкой их сразу себе хвалили бы. Опачки. Шепот смерти мне здесь не нужен, если честно. Совсем не нужен. Так, на отхил. Красавчик, ревоклых, добил. Так, ну что, теперь можно, в принципе, взяться и за громобоя. Этот будет глушить. Барсика глушил. Ты посмотри, а? Какой пройдоха. Так, интересно. Твою же на левую. Я думал, скрита уничтожат все-таки. Вот Барсика нам уничтожили. О-о-о-о. Давай-ка, парень, без всяких там отхилов и тому подобное. Что ты себе позволяешь? Я не пойму, а? Костолом. Так, понижение брони будет? Конечно, будет. Снимаем броню. Точнее, мы даже с тобой не сняли ему броню, а у него была на стак, она защита. То есть, мы стак с тобой сняли просто-напросто. Вот теперь понизили и добили. Как-то так. Ну что же. Крутим и забираем рыба. Да, рыба 50 миллионов. Понял. 372 миллиона в общаке. Ну что, пошли с тобой на последний поединок. И потом, кстати, посмотрим. По-моему, да, ребят, нам придется еще, наверное, два дня бомбить. Так, это у нас шепот смерти. Собственно, персоны. Как всегда, ходит первым. А Барсик очень хорошо, кстати, его мутузит. Да, в принципе, тут любые его быстро замутузят. Два Костолома плюс громобой. И все стражи. Прикинь, все стражи. Так, ладно. Громобой мы с тобой уничтожим. А, нет, не успеет, да? Глушить. Или ты пламенем? Вообще промахнулся. Вообще промахнулся. Окей. Сейчас будет глушить. Естественно. И в кого? Штормореза? Кривоклыка? Это, конечно, на меня нонсенс. Давай здесь тоже понижение сделаем. Отхил. Ты прикинь? Он сделал отхил. Так, хотя бы... Да, одного уничтожили. И остается последний у нас. Костолом. Так, хивнемся. Потому что у кривоклыка очень мало здоровья. Разбега не должно быть. Блин, почему у него такой хвост здоровенный? Просто посмотри. Просто здоровый хвост. Как булава. И мы с тобой уничтожили его. Ну что? Крутанем и заберем рыбу. 25 миллионов. Окей. Ну что, тусклый янтарь. Иди к папочке. Я его забираю. Так, а теперь, друзья, я посчитаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да, ребята. Десять поединков. То есть, получается, нам два дня по пять энергий придется тратить. Ладно. Ну, а теперь, я так понимаю, нам нужно идти на арену, потому что, как ты видишь, паков вообще ноль. Мы обсохли. И через сутки мы с тобой получим нового наездника. Это будет круто. Это будет круто. Так, ну что? Шопот смерти, я смотрю, да? Здесь громорог. И лаварык, собственно, персоны. Так, лаварык, потом этот будет ходить. Да ёк-макарёк. Ну, как же без суперудара-то, а? Ты посмотри. Вот он бомбит, а, ребят. Жутко, жутко бомбит, на самом деле. Столько отнимает здоровья. Так, давай химнёмся, наверное, да? Отлично. И вот сейчас опять, сейчас опять мы попадаем под суператаку его. Ну, естественно, он не упустит такого момента. Так и хочет всё-таки добить меня. Посмотри. Сейчас громорог добьёт. Понятно. Это команда оборзевших. Ну что ж, будем тогда её наказывать. По всей строгости. Так, кривоклык сейчас уничтожит его. И остаётся у нас лаворык. Лаворык, как я уже раньше говорил, для нас это вообще никто. Это слабак. Самый слабый дракон, как по мне. Ничего делать не умеет толком, да? Э-э-э, чё там крикит? Жужжит. А мы его вот так вот, о, бомбим. Сейчас, наверное, охиляться опять будет. Нет. Хотя энергия у него по фулочке. Всё, добивка. Как-то так. Так, а здесь у нас... Ага. Ну, я думаю, что начнём с кривета. С кривета. Потом клыкокриво, что ли, начать. Ещё ужасное чудо вообще здесь. Нифига он бомбнул. Может, хорош? Не перебор ли ты с одного укуса почти? Половину здоровья отхомячил. Ну всё, по-моему, мы с тобой потеряем. Нашего барсика. Да, было очень печально. Давай вот так вот я сделаю. Пускай он бомбит. Фиолетовый против... Ну, тут... Давай-ка сделаем укус. У него пока понижена, ребята, защита. Надо его бомбашить. Ну и курьше его сейчас добьёт. Отлично. Ну, а мы переключаемся с тобой на вот этого вот супостата. Так, сейчас... Сейчас фаерболами, да? Ну, естественно, ребят. Как только накапливает он фулл энергию, естественно, начинает фаерболами. И причём так не кисло бомбанул. Посмотрите, сколько он здоровья отнял у нас. Это... С одного, так сказать, суперудара. Так, граммарок. Ага, граммарок. Давай с него, наверное, и начнём. Гром или можно потом, в принципе, ушатать. Ну, вначале, естественно, мы будем бомбить вот этого. Так, минус граммарок. То есть бафа они уже не получат. Теперь давай... Что-то там... Ну, естественно. Как всегда, ребят. Эй, а как у вас, интересно, схватило энергии? Два раза применить суперудары, а? Отвести мне, пожалуйста. Барсик, добивай этого громобоя. Тьфуу. Да. Блин, надо было сделать слепоту. Зачем я? Хотя нормально. Значит, живём. Значит, живём. И, соответственно, мы с тобой сейчас уничтожим граммарога. Вот так. Ну что, друзья мои? Как видите, нам выпали три обычных пака. Один сразу на открытие ставим И забираем пак вождя Пристеголов, шторморез, древоруб Душитель, злобный змеевик Громорок и сарделька Вот как-то так Как-то так Снеговик где-то у нас тут Завалялся, вот он Событие Подожди-ка, у нас Ну да, у нас только одно событие Четыре дня впереди, мы его естественно Ребят, пройдем, обязательно пройдем Так, а на этом Пожалуй я буду закругляться Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков Удачи вам